Друзья, всем привет! Во-первых, у меня вот этот вот стол. Приходится записывать на нем с каким-то странным освещением. Ну, что уж поделать. Работать-то надо. Кроме того, я еще немножко приболел, поэтому немножко гнусавый голос. Сегодня мы обсудим вот этот полетный контроллер от Foxeer. Мне было достаточно интересно, как Foxeer, которая никогда, в принципе, не производила полетный контроллер, справилась с задачей и выпустила полетный контроллер. Хотелось бы посмотреть, что здесь внутри, как эта штука работает. Погнали! Сперва-наперва, как видно, здесь все запечатано. Давайте попробуем как-нибудь аккуратненько это дело открыть. Неплохо выглядит. Мне нравится, что он уже сразу идет с бабушками и с приличным конденсатором. Конденсатор здесь у нас, кстати, на 35 вольт, 470 микрофарад. Это, в принципе, подходящий конденсатор. Они предлагают вам воспользоваться QR-кодом и попытаться считать данные с сайта. Давайте попробуем. Подробнее. Тут очень четко все расписано, что это за полетный контроллер и как, куда, что подсоединяется. Давайте смотреть поближе. Полетный контроллер представляет себя что-то очень похожее на ПДБшку, соединенную с полетным контроллером. Что-то из серии Matech полетных контроллеров. Кстати, здесь нет барометра, но при этом есть SL, SDH, то есть это A2C шина. Полетный контроллер в целом очень похож на тот полетный контроллер, который недавно показывал вот здесь. Вот видео, кликайте сюда, посмотрите, это с PDB F4, который ON1, но с Bluetooth модулем. Здесь, к сожалению, Bluetooth модуля нет, но зато они добавили бабушки в комплект. Также абсолютно есть шум, есть выходы на 5-6 мотор, выходы под бузер, LED-подсветку. Встроена ПДБ, которая, кстати, выглядит достаточно симпатично, вот эти аккуратные грани, которые очень так обтекаемо сделаны. Под 4 мотора, то есть под 4 регулятора, плюс-минус, плюс-минус, который, судя по всему, рассчитан на ток до 50 Ампер на каждый регулятор. То есть 4 по 50, это можно до 200 Ампер через эту платку тянуть. 6S, конечно же, он поддерживает. Построен он на базе F4 чипа, то есть F405 на гироскопе МПУ-6000. Старый гироскоп, но, тем не менее, достаточно стабильный, хорошо работает, никаких нареканий к нему нет. Также здесь, конечно же, есть встроенная ОСД, датчик тока, 2 бека, это 5 вольт, 9 вольт, тут даже какие-то конденсаторы есть, возможно, более-менее ровное питание. Есть микросхема памяти, которая на целых 128 мегабит, то есть полноценную 16 мегабайт. Что у нас еще есть? UART 2, UART 4, UART 1, UART 3, SL, SDA 5, выход, вход под видеокамеру, питание. Отдельно выбирается на камеру и на видеопередачки либо 5 вольт, либо 9 вольт, в зависимости от того, каким беком вы хотите питать камеру, каким беком хотите питать видеопередачку. Это, кстати, достаточно интересно. Сделана похожая система есть у револьта, где они постоянно то выбирают инвертор, то отключают инвертор. Вот тоже такие же перемычки, которые очень аккуратно, кстати, здесь изначально уже запаяны на 9 вольт. Но, в принципе, да, современное практически любое оборудование питается от 7 вольт и выше, то есть это вот как раз 9 вольт. 5 вольтовый бег рассчитан на 2 ампера, судя по заверению. 9 вольтовый рассчитан на 1,5 ампера. Ну, конечно, наверное, можно из них выжать чуть больше, можно чуть меньше, в зависимости от того, насколько вы это все хорошо охлаждаете. Как я уже сказал, сразу бросил глаза, это достаточно приятное качество сборки, смотрите, никаких потеков, никаких пятен, все очень четко. Красиво плата распаяна, и, кстати, здесь вот фишка, гироскоп находится ровно по центру платы. Кто-то говорит, что это что-то меняет, я считаю, что это вообще никакой роли не играет, но, с другой стороны, возможно, что-то это добавит, конечно, на конечную производительность, но посмотреть, наверное, и почувствовать это, может быть, чисто на бумаге. Кроме того, вот здесь пятый UART предназначен, скорее всего, для смарт-ауди, потому что он находится прямо рядом с выходом видеопередатчика. Давайте как раз попробуем это все спаять в кучу. Блин, парни, сейчас я немножко пошерстил интернет, посмотрел внимательно, что тут есть на платье, оказывается, действительно, невозможно, невозможно провернуть то, что я хотел. Я хотел поставить полетный контроллер на спиннер, мой обычный топ-ганчик, но тут у меня везде регуляторы 4 в 1. Я очень сильно надеюсь, что здесь есть пин под current и под VBAT. Но VBAT, ладно, можно подать, я думаю, на любой плюс, вот сюда это будет засчитаться. Но для того, чтобы пустить current на эту плату, так же, как и с Omnibas, F4 Pro, нужно огородить этот огород из нескольких проводов. К этому полетному контроллеру, скорее всего, нужны все-таки отдельные регуляторы, причем еще можно 32-битные с телеметрией, потому что здесь два пятачка, один под сигнал, другой под телеметрию. Так, нарулил коптер у знакомого, а сейчас мы сюда переставим как раз полетные контроллеры. Здесь, в принципе, достаточно подходящая света для этого, 4 32-битных регулятора. Итак, отзыв, это вот рама Armatan, Mangus, по-моему, она называется. Я, конечно, не хочу опускать что-то и сильно прям... Это не моя рама, но тем не менее, вот я могу вот так вот это сделать и показать, друзья. То есть я вообще без всяких усилий. Рама, ну, не знаю, она очень похожа. То есть и вот так лучи вот во все стороны ходят. Не знаю, как это скажется на полетных характеристиках рамы, но, скорее всего, не самым положительным образом. Но, учитывая, что здесь моторчики не очень сильные, это 2205 RS серия и максовских оригинальные моторчики, они не самые мощные моторы на рынке, скажем прямо. И поэтому, возможно, с ними таких проблем нет. Поставив сюда более мощные моторы, она начнет звенеть. Вот так. Здесь сейчас стоит полетный контроль CL Racing, который мы будем менять на фоксировский все в одном. И, ну, сюда, опять же, в телеметрии выведено так же абсолютно, как и на любых других полетных контроллерах. Четыре провода идут в одну кучу вот сюда, что выглядит, ну, скажем прямо, не самым крутым образом. Тут есть несколько UART портов, выхода, опять же, на мотору. Ну, в целом, неплохой полетный контроллер. Аналогия батлажка полетного контроля, просто батл чуть-чуть по-другому разведен. Но, в целом, полетные контроллеры одинаковые. Полетный контроллер рабочий, но, как видно, есть варианты и получше. Распаял квадрикс. Сразу что нравится то, что бабышки очень длинные. Они действительно достаточно длинные, чтобы заменить обычные столбики. То есть, раньше, если бы вам приходилось использовать сначала столбик, потом бабышку, потом полетный контроллер, и это все получалось, занимало достаточно много места, теперь это у вас используется вот напрямую вот так. И в данном случае, поскольку мы садим это все дело на винты, а в большинстве современных рамок это именно вот так, то мы просто надеваем это сюда и поверх вкручиваем уже следующий уровень, сразу следующие нейлоновые столбики на второй этаж. Что мне еще нравится в этих бабышках, вот я сейчас их уже поставил, то что, как бы вы не затягивали верхний слой, если вы чуть-чуть перетянули на обычных бабышках, на вот таких вот узеньких, то они могут перестать работать. На этих же бабышках, пока вы ее закручиваете, полетный контроль все равно остается в мягком положении, все равно имеет возможность немножко двигаться. Я сейчас заблокировал нижнюю сторону платки, верхнюю сторону я уже залудил то, что мне нужно будет. Это плюс-минус, плюс-минус на каждый регулятор. Полетник ставим под стрелочки вперед, тогда у нас совпадает вся номерация мотора. Первый, второй, тридцать, четвертый, перед вот там. Каждый вход на мотор поедет сюда, здесь камера контрол, смарт-аудио, вот эти пины. То есть все подготовлено, видеопередатчик и камера у меня будут питаться оба от 9-ти вольтового бека. То есть я оставил перемычки, как они шли в стоке. Чуть-чуть укорочу, где надо провода, потому что кое-где они слишком длинные. Например, вот телеметрильные провода, они очень длинные, а если оставлять их так, они, ну, некрасиво будут. Поэтому я сейчас укорочу и припаяю красиво в кучу. Парни, ну, прям очень нравится мне, как он паяется, как-то очень удобненько. Красиво спаялись в кучу, видеокамера, подряд идет земля, плюс видеокамера контрол, также идет здесь сейчас на видеопередатчик земля, плюс видеосмарт-аудио. Сюда три подряд впаяется приемник. Все, больше не спаялся, ну, сейчас еще будет тоже впаяет. Так, ну, на самом деле, вроде все. Здесь вот впаял видеопередатчик, а, забыл намазать, давайте-ка намажем быстренько видеопередатчика контакты, потому что не хочу, чтобы они окислились или замкнули от какой-то грязи и так далее. Вот, все, теперь это вот так кладется поверх, камера поднимается вверх, и все. Теперь, друзья, я сейчас это все дело настрою, настраивается это абсолютно так же, как любой другой полетный контроль. Если будут какие-то проблемы, я об этом, конечно, расскажу, но я думаю, проблем никаких нет. Настрою это все быстренько, и пойдем летать. Так, тестируем фоксировский All-in-One. Суть в том, что здесь стоят не самые новые пропеллеры, и ничего не настраивал. Прошил, поставил. По идее, он должен неплохо лететь. Здесь, кстати, интересная связка. Здесь стоят 32 бит-регули и 2205 моторчики. Они очень мягко, плавно крутятся, но насколько у них хватает мощи, чтобы оттаскать коптер в 2018 году, давайте сейчас посмотрим. Готов? О, хорошо плавно крутится. Блин, как он все-таки мягко идет-то? Медленновато, рейты по яву. Ну, послушайте, какой мягкий, приятный звук. Батка, правда, конечно, сдувается на таких пройдетах. ОСД не болтает. Черт, картинка очень четко. Фильтрация, видимо, приличная у бегов. Никаких помех на картинке. Ну, кроме того, что от аналоговой видеосистемы, от самой видеопередачи. Насколько я понимаю, там либо фильтр уже встроен, либо просто достаточно четко, грамотно сделаны беги, что... Приятное, хорошее питание. Хорошо идет. Бетка, кстати, не последняя, не 3-4, это 3-3-3, по-моему. То есть на 3-4 он, возможно, летит еще чуть лучше. Ну, конечно, надо пиды поднастраивать, не самые оптимальные пиды. Но не самые агрессивные моторы, не самый агрессивный коптер. Идет мягко, хорошо. Очень радостно. Реально, очень приятно идет, очень плавно. В общем, вывод такой, фоксировский полетник хорош. Свои деньги он однозначно отрабатывает. Паять его исключительно удобно. Единственное, что меня напрягает, что здесь нет барометра, и она в прошивке, я модель на лед слепал. А так, на самом деле, очень даже приятный полетник. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите мои дорогие видео, заглядьте в описание. Оставлю ссылочку на фоксировский полетник. Постоянно бывает распродажа, он бывает иногда по очень приятной цене. Недавно видел на фоксировке за 30 баксов, 32 по-моему. На этом все, пока.